Всем добрый день! Спасибо, что смотрите наш канал, канал ветеринарной клиники Биовед. Сегодня я расскажу вам о такой проблеме, как гипогликемия у щенков. Рассмотрим такие пункты, как что такое гипогликемия, почему она происходит, почему она возникает и что делать. Наверное начнем. Гипогликемия это так называемое снижение уровня сахара в крови. Проявляется это сначала слабостью, вялостью, сонливостью. При дальнейшем снижении уровня глюкозы в крови могут развиваться судороги, опасные для жизни. Почему же это происходит? Ну начнем с того, что данная проблема является достаточно редкой для взрослых животных, потому что у взрослых животных в организме есть особые вещества, которые, достаточное их количество, они при нехватке глюкозы в организме, они превращаются в эту глюкозу, которая является основным топливом для организма. У малышей, к сожалению, такой функции нет, такого запаса веществ нет. Поэтому, если ваш маленький питомец, котенок, щенок не ест в течение примерно 12 часов, может и больше, если у него рвота, диарея, то высокий риск, очень высокий риск возникновения гипогликемии. Выглядит это следующим образом. Животное лежит как тряпочка, у него слабость, у котят еще очень часто выходит третье веко на наружную оболочку глаза и в общем целом животное достаточно вяло реагирует на внешнюю среду, на внешние раздражители. В более тяжелых случаях животное вытягивает шею, запрокидывает голову назад и совершает бессознательные плавательные движения. Также иногда могут вытягиваться передние лапы вперед и задние лапы, и они в напряженном состоянии. Это происходит потому, что головной мозг первым начинает реагировать на недостаток глюкозы в крови. Давайте разберем, что же нужно делать, если у вашего питомца понизился сахар в крови. В момент гипогликемии нужно выпоить щенку, котенку сахарную водичку. Развести нужно одну столовую ложку сахара в двух столовых ложках воды и хорошенечко размешать и выпоить этот раствор. В том случае, если челюсть у животного сжата, то нужно потихонечку ее раскрыть и сбоку очень аккуратно. С помощью шприца можно это делать, можно с помощью ложечки, но с помощью шприца удобнее. Сняв предварительную обязательно иголку, мы всасываем из тарелочки вот эту сладкую воду и потихонечку сбоку вставляем шприц в ротовую полость, кончик шприца и потихонечку вводим раствор, наблюдая за тем, что животное сглатывает, что все это не выливается на пол. Это также необходимо сделать даже при том случае, если у вашего животного уже начались судороги, потому что на судороги животное тратит безумное количество энергии и прекращать их нужно как можно скорее. Затем конечно в обязательном порядке нужно ввести животное к врачу, где доктор при помощи инфузионной терапии при необходимости скорректирует уровень глюкозы. Прогноз при своевременном купировании судорожного синдрома, вот этих судорог гипогликемических, он в основном благоприятный, но однако это зависит от основного заболевания. Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях, пишите темы, которые вы хотите от меня услышать, ставьте лайки, смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго, не болейте, пока-пока!